Нашу очередную статью мы начнем со стихотворения Тодо Бичи. Серебряный ручей, зая пандита, древних книгачей, Тобою, ода мудрости пропета, Высоким взором пламенных очей Всю письменность Китая, и тебе-то ты обозрел. Все взвесил на весах, шаги судьбы выслушивают четко, Туша твоя, орлица в небесах, Качала крылья веры и рассудка. И новые для мира письмена, витые, как струя, как ветви ивы, Летящие, как гривы скакуна, как выдумки красавиц, Прихотливы, ты изобрел, чтоб слово языка вошло в скрижали наравне с другими, Чтоб навсегда умелая рука связала звуки гузами тугими, Лишь в связке формы слово обретает. И новый смысл, и новую загадку, и долгие века переживет, И ляжет прапраправнуку в тетрадку. Четыре века в сумрике на кей скрепили перья, Граял, вещи ворон, то дубичик, серебряный ручей, Все так же чист и многозвучно полон. Автор стихотворения Соловьев Александр Анатольевич, известный астрофизик, Доктор физико-математических наук, поэт и переводчик, член Союза российских писателей, Родился в 1946 году. Автор поэтических книг «Звезд рассыпная соль» и «Созвездие земного зодиака». Одно из прекраснейших стихотворений, которые написал непредставитель калмыцкого народа. Богатое письменное наследие наших предков очень сильно повлияло на российского астрофизика и поэта. Он возвышенно воспевает оду в честь наследия айратского ученого ламы Зая-пандиты. Масштаб влияния Зая-пандиты очень трудно оценить не только в истории айратов, но и в мировой письменной культуре. Зая-пандита и его ученики за период с 1650 года по 1662 году перевели с тибетского языка 210 книг, причем различного содержания. Лично Зая-пандита перевел, как сообщает нам Ратунбхарда, с тибетского языка на айратский примерно 177 произведений от буддийских канонических энциклопедий из Ганжура и Данжура до философских и медицинских трактатов, научных знаний в области математики и физики, сборников, легенд и т.д. В этот список входят известные книги по литературе, айратские версии древнеиндийской Рамаяны, сборники индийских сказок Панчатантра, Суцциту Кюр, отдельные главы китайского романа Си Юй Цзы, тексты различных притч и огромное множество прекраснейших произведений. Вот комментарий из книги «Лунный свет» о влиянии и отношении народа к Зая-пандите. С твердой решимостью, обучаясь в монастырской школе, Зая-пандита достиг пределов знаний. Возвратившись на родину и переводя повеления Будды, он распространял религию всеведущего Будды. За то, что возвышая религию Будды, возбуждал у всех благие устремления и удовлетворял чаяния обладающих счастливой судьбой, великие и малые наёны, а также хувараки и миряне, знатные ли, простые ли, все почитали Зая-пандиту украшением страны. Вот для наших предков кем являлся Зая-пандита. Но Зая-пандита Намкай Джамцо покинул свое тело в 1662 году. Оставил свое наследие нам. Очень многие из нас читали легендарные произведения Достоевского и Чехова. А также многие восхищались Шекспиром, где переданы красота великого могучего русского и величайшего английского языка. Но кто читал айратские произведения на Тодобичик? Именно там хранится очаг мудрости и генетический код наших предков. И именно там вся айратская ментальность и непобедимый характер. На Тодобичик писали и после Зая-пандиты, где передавали нам потомкам всю несокрушимость предков. На самом деле, даже десятки научных докторских работ не смогут передать масштабность роли Зая-пандиты. Но простой человек, потомок славного айратского народа, сможет осознать всю глубину. Но это осознание будет внутри каждого из нас. Кстати, в свое время, когда Тодобичик распространился у наших предков, то практически все айраты сплотились, как крепко сжатый кулак. И мы, потомки калмыки, обязаны вновь восстановить и распространить Тодобичик. И станем вновь едины, как прежде наши предки. В письменном наследии и заключается несокрушимая мощь айратского народа. Команда канала ЗАНОнлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков. Большое спасибо! Благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил. Реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео. С уважением, Максим Циденов.